Сегодня же Константин Чуиченко, который также является председателем Центра «Амурский тигр», вместе с Михаилом Дегтяревым принял участие в церемонии закладки камня «Дом амурского тигра». В Хабаровске построят специализированный центр исследования и экспертизы диких животных. До сих пор ближайший подобный центр находился в Приморье. Репортаж Ирины Забродиной. Экспертный центр построят рядом со станцией по борьбе с болезнями животных. Сегодня здесь установили памятный камень и заложили капсулу. На территории Хабаровского края обитает порядка 130 особей амурского тигра. Это вторая в России по численности популяция. Часто возникает потребность в экспертизе погибших тигров. Сейчас, чтобы провести такие исследования, приходится ехать в Уссуриск. То, что центр будет востребован, это факт. Это нам облегчит работу по расследованию уголовных дел, которых достаточно у нас. К сожалению, браконьеры не дремлют. Но, кроме того, этот центр ведь еще будет служить и нашим фермерам. Строительство и финансирование объекта, а также его дальнейшее снабжение расходными материалами, взял на себя центр «Амурский тигр», председателем которого является министр юстиции России Константин Чуйченко. Возвести Хабаровский центр планируется в течение полугода. Стоимость ее не превысит, я думаю, 7-8 миллионов рублей. Ну, соответственно, мы также обязуемся наполнить эту лабораторию современным оборудованием, чтобы экспертизы делались по последнему слову науки и техники. За счет собственных средств центр «Амурский тигр» планирует построить и отдельное здание для охотнадзора. Это будет действительно очень комфортабельный современный офис, где будут вмонтированы все современные системы наблюдения и слежения за группировкой «Амурского тигра». Ну и, соответственно, там также будет вмонтирована система, которая позволит контролировать все движение по дорогам на территории Хабаровских тайги. Сегодня на торжественной церемонии центр «Амурский тигр» передал службе по охране животного мира и особо охраняемых. Природных территорий Хабаровского края – ключи от четырех новых автомобилей для оперативных выездов в ареал обитания амурских тигров. Ирина Забродина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». Тема сохранения амурского тигра и в целом биоразнообразия была продолжена на совещании в правительстве Хабаровского края. Михаил Дегтярев подчеркнул, что в регионе выстроена система эффективного взаимодействия всех заинтересованных органов, которая поможет победить браконьерство. Мы боремся, в первую очередь, не с браконьерами, а с явлением. И, конечно, здесь питательной средой является очень часто не только традиция и желание приступать к закону. Иногда неустроенность бытовая. Поэтому мы видим, как правительство края, главный курс – это создание рабочих мест, легальных источников дохода для жителей края, как основа для борьбы именно с этим ужасным явлением – браконьерством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова